Афанасий. Где ж счастье искать, если оно ни тут, ни там, нигде? Григорий. Я еще младенцем выучил. Выслушай басенку. Дед и баба сделали себе хату, да не прорубили ни одного окошка. Не висела хата. Что делать? По долгом размышлении определено в сенате идти за светом доставать. Взяли мех, разинули его в самый полдень перед солнцем, чтоб набрать будто муки. Внесли в хатку. Сделав несколько раз, есть ли свет? Смотрит, ничего нет. Догадалась баба, что свет, как вино, из меха вытекает. Надо б нам поскорее бежать с мехом. Бегучие на дверях оба сенаторы, один ногою, другой головою, зашиблись. Зашумел между ними спор. Конечно, ты выстарил ум, а ты родилась без него. Хотели поход воспринять на чужие горы и грунта за светом. Помешал им странный монах. Он имел отроду лет только пятьдесят, но в сообщении света великий был хитрец. За вашу хлеб и соль не должно секретной пользы утаить, сказал монах. По его совету старик взял топор, начал прорубывать стену с таковыми словами. Свет весельный, свет жизненный, свет повсеместный, свет пресносущный, свет нелицеприятный. Посети и просвети, и освети храмину мою. Вдруг отворилась стена, наполнил храмину сладкий свет. И от того времени, даже до сего дня, начали в той стране созидать светлые горницы. Афанасий Целый свет не видал столько бестолковых, сколько твой дед и да баба. Григорий Он мой и твой вместе, и всех. Афанасий Пропадай он. Как ему имя? Григорий Ишь Афанасий Ишь к черту его. Григорий Ты его избегаешь, а он с тобой всегда. Афанасий Как со мною? Григорий Если не хочешь быть с ним, то будешь самим им. Афанасий Вот навязался со своим дедом. Григорий Что ж нужды в имени, если ты делом точный Ишь? Афанасий Пойди себе прочь с ним. Ермолай А бабу как зовут? Григорий Муд Яков Муд от Иша не разлучится. Сия опера сопряженная. Григорий Но не родные ли Иши все мы есть? Ищем счастье по сторонам, по векам, по статьям, а он и есть везде, и всегда с нами. Как рыба в воде, так мы в нем, а оно около нас ищет самих нас. Нет его нигде, за тем, что есть везде. Оно же преподобное солнечному сиянию. Отворит только вход ему в душу твою. Оно всегда толкает в стену твою, ищет прохода и не сыскивает. А твое сердце темное и невеселое, тьма наверху бездны. Скажи, пожалуй, невздор ли и не сумасбросство ли, что человек печется о драгоценнейшем венце? А на что? На то, будто в простой шапке нельзя наслаждаться тем счастливым и всемирным светом, которому льется сия молитва. Безумный муж со злой женой выходит вон из дому своего, ищет счастья вне себя, бродит по разным званиям, достает блистающее имя, обвешивается светлым платьем, притягивает разновидную сволочь золотой монеты и серебряной посуды, находит друзей и безумья товарищей, чтобы занести в душу луч блаженного светила и светлого блаженства. Есть ли свет? Смотрят, ничего нет. Взгляни теперь на волнующееся море, на многомятежную, во всяком веке, стороне истатьи, толпу людей, так называемую мир или свет. Чего он не делает? Воюет, тяж бы водит, коварничает, печется, затевает, строит, разоряет, кручинится, тянет. Не видится ли тебе, что ищ и мут в хатку бегут? Есть ли свет? Смотрят, ничего нет. Яков. Блаженный ищ и счастливая мут. Они в кончину дней своих домолилися, чтоб всевидящее, недремлющее, великое всего мира ока, светило, храмину их просветило, а прочим вечная мука, мятеж и шатание. Лангин. Дай Бог радоваться. Григорий. О, любезная душа! Какой дух научил тебя так витаться! Благодарим тебя за сие поздравления. Яков. Так витались я всегда древние христиане. Ермолай. Не дивно. Всевитальный образец, свойственный Христу Господу. Он рожден Божиим миром. В мире принес нам благовествуя мир, всяк ум превосходящий, снисходит к нам с миром. Мир дома сему. Мир вам учит о мире. Новую заповедь даю вам. Отходя же мир оставляет. Мир мой даю вам. Дерзайте. Не бойтесь, радуйтесь. Афанасий. Знаешь ли, о чем между нами разговор? Лангин. Я все до точки слышал. Афанасий. Он под той яблоней сидел, конечно. Отгадал ли я? Лангин. Вы не могли видеть меня за ветвями. Григорий. Скажи, любезный Лангин, есть ли беднее тварь от того человека, который не дознался, что такое лучше для него и желательнее всего? Лангин. Я и сам часто удивляюсь, что мы в посторонних околичностях чересчур любопытны, рачительны и проницательны. Измерили море, землю, воздух и небеса и обеспокоили брюхо земную ради металлов, размежевали планеты, доискались в луне гор, рек и городов. Нашли за комплектных миров неисчетное множество. Строим непонятные машины, засыпаем бездны, возвращаем и привлекаем стремления водные, что денно новые опыты и дикие изобретения. Боже мой, чего не умеем, чего мы не можем, но то горе, что при всем том кажется, что чего-то великого не достает. Нет того, чего и сказать не умеем. Одно только знаем, что недостает чего-то, а что оно такое, не понимаем. Похоже на бессловесного младенца. Он только плачет, не в силах узнать, не сказать, в чем ему нужда. Одно только досаду чувствует. Сие явные души наше неудовольствие. Не может ли нам дать догадаться, что все сие науки не могут мысли наших насытить? Бездна душевная он ими, видишь, наполняется. Пожрали мы бесчисленное множество обращающихся, как на английских колокольнях часов с планетами, а планет с горами, морями и городами. Да однако ж алчим. Не умаляется, а рождается наша жажда. Математика, медицина, физика, механика, музыка своими буйными сестрами. Чем изобильнее их вкушаем, тем пуще палит сердце наше голод и жажда. А грубая наша остолбенелость не может догадаться, что все они – суть служанки при госпоже и хвост при своей голове, без которой все туловище недействительно. И что несытие, беспокойнее и вреднее, как человеческое сердце с теми рабынями, без своей начальницы вооруженная. Чего ж он и не дерзает предпринять. Дух несытости гонит народ, способствует стремиться за склонностью, как корабль и коляска без управителя, без совета и предвидения и удовольствия, взалков, как пес, с ропотом вечно глотая прах и пепел гибнущий, лихвы, очужденные еще от луна, заблудившие от чрева, минув существенную истину над душевной бездной внутри нас гремящего сие. Я есть, я есть сущий. А пониже не справились, в чем для них самая нужнейшая надобность и что такое есть предел, черта и край все на всех желаний и намерений, дабы все свои дела приводить к всему главнейшему и надежнейшему пункту. Затем пренебрегли и царицев всех служебных всех духов или наук от земли в землю возвращающихся, минуя милосердную дверь ее, открывающую исход и вводящую мысли наши от низовых подлостей тени при светлой и существенной исте неувядающего счастья. Теперь подумайте, друзья мои, и скажите, в чем состоит самонужнейшая надобность? Что есть для нас лучше и саможелательнее всего? Что такое сделать вас может счастливыми? Рассуждайте заблаговременно. Выйдите из числа беспутных путников, которые и сами не могут сказать, куда и идут и зачем. Житие наше есть путь, а исход к счастью не коротенький. Афанасий Я давно бы сказал мое желание, да не приходит мне в ум то, что для меня лучшее в свете. Лангин Ах, человек, постыдись сего говорить! Если краснеет запад солнечный, пророчествуем, что завтрашний день воссияет чистый. А если зарумянится восток, стужа и непогода будет сегодня. Все говорим, и бывает так. Скажи, пожалуйста, если бы житель из городов, населенных в луне, к нам на шар наш земной пришел, не удивился бы нашей премудрости, видя, что небесные знаки столь искусно понимаем, и в то время вне себя стал бы наш лунатик, когда б узнал, что мы в экономии крошечного мира нашего, как в маленьких лондонских часах слепые, несмелые, и в совершении трудных ничего не примечаем, и не заботимся об удивительнейших всех систем системе нашего телишка. Скажи, пожалуйста, не заслужили бы мы у нашего гостя имени бестолкового математика, который твердо разумеет циркуль, окружением свои многие миллионы миль вмещающий, а в маленьком золотом кольце той же силы и вкуса чувствовать не может? Или безумного того книжника дал бы нам по самой справедливости титуляцию, кто слова и письмена в 15 аршин разуметь и читать может? А то же Альфа или Омега на маленькой бумажке или на ногте написанное совсем ему непонятно. Конечно, назвал бы нас той ведьмою, которая знает, какое кушанье в чужих горшках кипит, а в своем доме и слепа, и нерадива, и голодна. И чуть ли таковой мудрец не из числа тех жен, своего дома неберегущих, которых великий Павел называет любознательными или волокитами. Я наук не хулю, и самое последнее ремесло хвалю. Одно то хулы достойно, что на них, надеясь, пренебрегаем верховнейшую науку, до которой всякому веку, стране и состоянию, полу и возрасту для того отворена дверь, что счастье всем без выбора есть нужное, чего, кроме нее, никакой науке сказать не можно. И с ним высочайший веками и системами, вечно владеющий парламент, довольно доказал, что он всегда праведен есть, и правы суды его. Яков. Конечно, не за то муж жену наказывает, что в гостях была и пиво пила. Сие дело доброе, но за то, что дома не ночевала. Лангин. Еще нам не было слышно имя сие, математика. А наши предки давно уже имели построенные храмы Христовой школы. В ней обучается весь род человеческий, сродного себе счастья. И сия-то есть католическая, то есть всеродная наука. Языческие кумирницы или капище – суть те же храмы Христового учения и школы. В них и на них написано было премудрейшее и всеблаженнейшее слово – «Узнай себя». Беспрекословие тоже точно у нас самих. Вот, внемли себе, внимай себе, Моисей. Царствие Божие внутри вас есть – Христос. Вы есть храм Бога Живого – Павел. Себя знающие премудры – Соломон. Если не узнаешь с моего тебя – Соломон. Закон твой посреди чрева твоего – Моего, Давид. А неверующий уже осужден есть – Христос. Но языческие храмы, за лицемерие неискусных пророков, то есть священников или учителей, совсем уже попорчены и сделали все мерзости запустением. В то время, когда истина, будто живая источниковая вода, с кодскими ногами затаскана и погребена, все случилось и с самим Иудеем, у которых часто через долгое время была зарыта истина за оскудение исаковых отроков, прочищающих аврамовые источники, а на умножение самсонов и филлистимов, забрасывающих землю и воду, скачущую в живот вечный. И так, сие фонтаны глубоко были погребены, что, как видно из Библии, вы силу великую могли найти в Храме Божьем закон Господень, то есть узнать себя и обрести силу Царствия Божьего и правду Его внутри себя. Да мы и сами теперь гораздо отродились от древних христианских предков, перед которыми блаженными очами истина Господней из земли возведена и сила светлого воскресения от гроба воздвигнутая в полном своем сияло блистании. Но не очень искусно и у нас теперь обучают. Причина всему та, что никто не хочет отдел житейских упраздниться и очистить сердце свое, чтобы мог вникнуть в недра сокровенной, в святейшем библейном храме сладчайшей истины, необходимы для всенародного счастья замужнейшей. Не слыша Давида, упразднитесь и разумейте. Не слушая Христа, ищите. Все науки, все промыслы, и все нам милее, чем то, что единственное. Все это есть быть счастливым, узнать, найти самого себя. Лицемеры говорятся к нам. Лицо небесное подлинно хорошо вы разбирать научились. А для чего не примечайте знаков, чтобы вам, как по следу, добраться до имеющей счастливой вас истины. Все вы имеете, кроме что вас же самих, и вы найти не узнаете, и умеете, и не хотите. И подлинно удивление достойно, что человек за 30 лет живет, а применить не мог, что для него лучше всего, и когда с ним наилучше делается. Видно, что он редко бывает дома, и не заботится. Ах, Иерусалим, если бы знал ты, кто в мире твоем, но ныне укрылся от очей твоих. Афанасий, для меня кажется, нет ничего лучшего, как получить мирное и спокойное сердце. В то время все приятно и сносно. Яков, а я желал бы в душе моей иметь столь твердую крепость, дабы ничто ее поколебать и опрокинуть не могло. Ермолай, а мне дай живую радость и радостную живность. Всего сокровища ни за что не променяю. Лангин, сии троих вас желаний по существу своему есть одно. Может ли быть яблоня жива и весела? Если корень нездоровый, а здоровый корень есть, то крепкая душа и мирное сердце. Здоровый корень рассыпает по всем ветвям влагу и оживляет их. А сердце мирное, жизненной влагой наполненное, печатает следы свои по наружностям. Идет, как дерево, насажено при исходящих вод. Григорий, не утерпел ты, чтоб не приложить библейского алмаза. Наш и сие, на воде спокойный, воспитал меня. Лангин, вот же вам верхушка и цветок всего жития вашего. Внутренний мир, сердечное веселье, душевная крепость. Сюда направляйте всех ваших дел течения. Вот край, гавань и конец, отрезай все, что либо сей пристани противное. Всякое слово, всякое дело к сему концу доспособствует. Сей край да будет всем мыслям и всем твоим желанием. Сколь многие по телу здоровы, сыты, одеты и спокойны, но я не сей мир хвалю, сей мир мирской, он всем знатен и всех обманывает. Вот мир, в упокоении мыслей, обрадовании сердца, а о животворении души. Вот мир, вот счастье недра. Сей это мир отворяет мыслям твоим храм покоя, одевает душу твою одеждой веселья, насыщает пшеничной мукой и утверждает сердце. О мир, вопиет Григорий Богослов, ты Божий, а Бог твой. Афанасий. О нем-то думаю, говорит Павел. Мир Божий доводворяется в сердцах ваших. Лангин. Да. Афанасий. Его-то благовествуют красивые ноги апостольские и чистые ноги. Лангин. Да. Афанасий. Его-то, умирая, оставляет ученикам своим Христос. Лангин. Да. Афанасий. А как его оставил им? Так на земле совсем отделался? Лангин. Совсем. Афанасий. Да можно ли всем достать его? Лангин. Можно всем. Афанасий. Где же его можно достать? Лангин. Везде. Афанасий. Когда? Лангин. Всегда. Афанасий. Для чего ж не все имеют? Лангин. Для того, что иметь не желают. Афанасий. Если можно всем его достать, почему же Павел называет всяк ум или понятие превосходящим? Лангин. Потому что никто не удостаивает принять его в рассуждение и подумать о нем. Без охоты все тяжело и самое легкое. Если все сыновья отца оставили и бросив дом отдались в математику, в навигацию, в физику, можно справедливо сказать, что таковым головам и в мысль не приходит хлебопашество. Однако земледельство в десятеро лучше тех крученных наук, потому что для всех нужнее. Сей мир будто не оцененное сокровище в доме наше внутри нас самих зарыто. Можно сказать, что оное бродягам и бездомкам на умы не приходит, расточившим сердце свое по пустым посторонностям. Однако оное далеко сыскать легче, нежели гониться и собирать пустошь по околицам. Разве ты не слыхал, что сыновья века сего мудрее, нежели сыны ныне? Афанасий. Так что ж? Лангин. Так то ж, что хотя они и дураки, досыскивают свое. Афанасий. Что ж далее? Лангин. То далее, что оно не трудно, когда добрые люди, хоть непроворны и ленивы, однако находят. Афанасий. Для чего молодые люди не имеют мира, хотя они остры? Лангин. Для того, что не могут и подумать о нем, пока не обманутся. Афанасий. Как? Лангин. Кого ж скорее можно отвезти от дома, как молодых, если целый город ложно закричит? Вот неприятель, вот уже под городом. Не бросится ли молодой детина в очерета, в луга, в пустыне? Видишь, в чем вся трудность? Ему не тяжело дома покоиться. Да сводят с ума люди и загонят беспокойство. Афанасий. Как все люди зовутся? Лангин. Мир, свет, манера. В то время послушает ли тот молокосос одного доброго человека? Афанасий. Пускай целый день кричит, что ложь не поверит. А как все добрый человек называется? Лангин. Тот, что не идет на совет нечестивых. Афанасий. Как ему имя? Лангин. Христос, Евангелие, Библия. Сей один ходит без порока. Не льстите языком своим, ближним своим. А последователям и друзьям своим вот что дарует. Мир мой оставляю вам. Мир мой даю вам. Не как мир дает. Яков. Не о семье мире, Сирахов сын, говорит сие. Веселее сердце, жизнь человеку. И радование мужа долгоденствия. Лангин. Все в Библии приятные имена. Все. Например, свет, радость, веселье, жизнь, воскресенье, путь, обещание, рай, сладость и прочее. Все те означают сей блаженный мир. Павел же его слышит, чем именует. И Бог мира будет с вами. И опять. Христос, который есть ваш. Яков. Он его и Богом называет? Лангин. Конечно. Сета та прекрасная дуга, умиротворившая дни Ноева. Яков. Чудеса, говоришь, для чего ж сей чудесный мир называется Богом? Лангин. Для того, что он все кончит. Сам бесконечный. А бесконечный конец, безначальное начало и Бог, все одно. Яков. Для чего называется светом? Лангин. Для того, что ни в одном сердце не бывает разве просвещенным. Он всегда вместе с незаходимым светом, будто сияние его. А где в душе света всего нет, там радости жизни, веселья и утехи нет. Но тьма. Страх, мятеж, горесть, смерть, гиена. Яков. И странное, и сладкое, и страшное, говоришь. Лангин. Так скажи ты, что лучше всего? Я тебя послушаю. Афанасий. Слушай, брат. Лангин. А что? Афанасий. Поэтому сии Павловы слова, сила Божия с нами, сей же мир означают? Лангин. Думаю. Афанасий. Так видно, что ошибся Григорий. Он перед сим сказал, что добродетель трудится сыскать счастье. Назвал ее по-эллинскому и римскому крепостью и мужеством. Но когда крепость означает мир, то она сама из счастья есть. На что же ее искать и чего? Ведь крепость и сила все одно. Лангин. Вот какое лукавство. Когда б ты был столь в сыскании мира хитр, сколь проворный по смехе и примечании чужих ошибок. Сим ты доказал, что сыновья века сего злого мудрее сынов Божьего Света. Не знаешь ли ты, что из самой счастья истинного иск есть то шествие путем Божьим и путем мира, имеющим свои многие степени? И не начало ли сие есть истинного счастья, а чтобы находиться на пути мирном? Не вдруг восходим на все блажения шевер горы, именуемой Фазга, где великий Моисей умрет с ее надписью? Не отнемели очи его? Не истлели уста его? Григорий. И сие это значит, непрестанно молитесь, то есть желайте его вседушно, ищите и обретете. Я знаю, что клеветник всегда беспокоит душу вашу, дабы вам роптать и ничем от Бога посылаемым не довольствоваться. Но вы, лукавого сего искусителя, то есть мучителя, отгоняйте, любя, ища и храня мир и радость. Все это жизни и здоровье душ ваших, да то ли вы и живы, поскольку его храните в сердцах своих. О всем зрелым разумом рассуждайте, не слушая шепотника дьявола, и уразумеете, что вся экономия Божия во всей вселенной исправна, добра и всем нам все полезно есть. Его именем и властью все на все на небесах и на земле делается. Говорите с разумом, да светится имя твое, да будет воля твоя, и избавит вас от лукавого. А как только сделаетесь за все благодарны, то вдруг сбудутся на вас сии слова. Веселье сердце, жизнь человеку. Афанасий Кажется, всегда был бы спокоен человек, если бы в свете все по его воле делалось. Лангин Сохрани Бог. Афанасий Для чего? Григорий А что ж, есть ли твой разум и воля подобны стариковой кошке? Афанасий Что сие значит? Григорий Старик запалил печь. Упрямая кошечка не вылезает с печи. Старик вытащил ее и плетью выхлестал. Афанасий Я бы старался, чтобы моя воля была согласна с самыми искуснейшими головами в свете. Григорий А из которого, лондонского или парижского, выбрал бы ты тех людей парламента? Но знай, что хотя бы ты к сему взял судей самого того короля, который осуждал премудрящую мать нашу натуру за распоряжение небесных кругов, то Бог и время и его мудрее. На что ж тебе лучшего в суде искать? Положись на него и сделай его волю святую, своей волею. Если ее приманишь, то уже стала и твоя. Согласие о воле есть, то единая душа, единое сердце. И что ж лучше, как дружба с высочайшим? В то время все по твоей, да еще премудрой воле будет делаться. И все это есть быть во всем довольным. Всего-то желает и наш Ермолай, да не разумел, что значит быть во всем довольным. Видите, что Павлова слово о всем благодарите источником есть совершенного мира и радости и счастья. Что может потревожить мое сердце? Действительно, все делается по воле Божией, но и я с ней согласен, и она уже моя воля. Зачем же тревожиться? Если что невозможное, то, конечно, и неполезное. Все то одно. Чем-то полезнее, тем доступнее. Друзья мои, вот премудрость. Если исполняем, что говорим, да будет воля твоя. Ермолай Вспомнились мне, некоего мудреца, хорошие слова. Благодарение, Воссылай, блаженной натуре за то, что она все нужное легко добыточным сделала, от чего достать трудно, то ненужным и малополезным. Григорий Благодарение Отцу Нашему Небесному за то, что открыл очи наши. Теперь разумеем, в чем состоит наше истинное счастье. Оно живет во внутреннем сердце нашего мире, а мир в согласии с Богом, чем кто согласнее и блаженнее. Телесное здравие не иное, что есть, как равновесие и согласие огня, воды, воздуха и земли, а у смирения бунтующих ее мыслей есть здравие души и жизнь вечная. Если кто согласие с Богом три золотника только имеет, тогда не больше в нем и мира, а когда кто пятьдесят или сто, то столько же в сердце его и мира. Сколько уступила тень, столько наступил свет. Блаженны, которые день от дня выше поднимаются на гору пресветлившего сего мира города. Все это пойдут от силы в силу, пока явится Бог Богов Сионе. Восход сей и исход Израиля не ногами, но мыслями совершается. Вот Давид, восхождение в сердце своем положи, душа наша перейдет в воду непостоянную. Вот и Исаия, с весельем и зайдите, то есть с радостью научитесь оставить ложные мнения, а перейти к таковым, помышлениям его, род и род. Сей то есть Пасха или переход в Иерусалим. Разумей, в город мира и в крепости Восион. Соберитесь, друзья мои, зайдем на гору Господню, в дом Бога Иакова. Да скажем там, сердце мое и плоть мое возрадовались о Боге живу. Яков, а гора божественная, когда б мы знали, как на тебя восходить? Лангин, слушай Исаию, с весельем и зайдите. Афанасий, но где мне взять веселье и что есть оное? Лангин, страх Господень веселит сердце. Вот тебе вождь, вот ангел Великого Совета. Разве ты не слыхал, что Бог Моисею говорит? Афанасий, а что? Лангин, пошлю страх в ведущий тебя. Сей я пошлю ангела моего. Внимли себе и послушай его. Не удалится бы, ибо имя мое на нем есть. Ермолай. Скажи, друг мой, яснее, как должно восходить? Григорий, прошу покорно выслушать следующую басню. Пять путников за предводительством своего ангела-хранителя пришли в царство мира и любви. Царь сей земли Милхиседек. Никакого сродства не имеет с посторонними царями. Ничего там тленного нет. Но все вечное и любезное, даже до последнего волоса. А законы совсем противны тиранским. Дуга, прекрасное сияние, была пределом и границей благословенной всей страны. С сею надписью «Мир первородный». К всему миру окасается все то, что свидетельствует в священописании о земле обетованной. А около него, как было, так и оказалось все тьмою. Как только пришельцы приступили к сияющей дуге, вышли к ним навстречу великим множеством бессмертные жители. Скинули с них все ветхое, как платье, так и тело, будто одежду, а одели в новое тело и одежды, вышитые золотыми семи словами. Внемли себе крепче. Вдруг согласная зашумела музыка. Один хор пел «Отворите ворота вечные». Поднялись в ворота, повели гостей, к тем обителям, о которых Давид, скуль возлюблены селения твои. Там особливым согласием пели хоры следующие. «Соль красны дома твои Иаков, и кущи твои Израиль, которые водрузил Господь, а не человек». Сели странники у бессмертной трапезы, предложены ангельские хлебы, представлено вино новое, совершенный единолетний ягненок, трехлетняя юница и коза, и тот телец, которым Авраам попочевал всевожделенного своего троилищного гостя. Голуби, горлицы и манна, и все, касающиеся обеда, о котором писано «Блажен, кто ест обед». Однако во всех веселях гости были невеселы. Тайная некая горе сердца их угрызала. «Не бойтесь, любезные наши гости», — говорили блаженные граждане. «Сие случается сюда всем вновь пришедшим. На них должно исполнить сие божественное писание. Шестижды от бесов избавить тебя, седьмом же не коснется тебя зло». Потом отведены были к самому царю. «Я прежде прошения вашего знаю ваши жалобы», — сказал царь мира. «В моих пределах нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Вы сами горесть сию занесли сюда, из посторонних, языческих, враждебных моей земле земель». Потом велел их ангелам своим отвезти во врачебный дом. Тут они через целые шесть дней, принимая рвотное, в седьмой день совершенно успокоились от всех болезней своих. А вместо горести на одном сердце написано было сие «Да будет воля твоя». На другом «Праведен ты, Господи, и правы суды твои». На третьем «Веровал Авраам Богу». На четвертом «Благословлю Господа во всякое время». На пятом «О всем благодарите». В то время вся вселенная с несказанным весельем и согласием, плещущая руками, воскликнула сию Исайину песнь. «И будет Бог твой с тобой присно, и насытишься. Как жилая душа твоя, и кости твои уточнеют, и будут, как сад напоенный, и как источник. Ему же не оскудеет вода, и кости твои прозябнут, как трава, и разрастутся, и населят роды родов». «Вся ее песнь, все до единого жители, столь сладко и громко запели, что и во всем мире сердечное ухо мое слышать ее». «Афанасий. Знаю, куда говоришь. А какое рвотное лекарство принимали они?» «Григорий. Спирт. Афанасий. Как сей спирт зовется?» «Григорий. Евхаристия. Афанасий. Где же нам взять его?» «Григорий. Бедняк. Да сели не знаешь, что царский врачебный дом есть святейшая Библия. Там аптека, там больница, горни и ангелы, а внутри тебя сам архиатор. Всю-то больничную горницу Иерихонского несчастливца привозит человеколюбивый самарянин. Всем в одном доме можешь сыскать врачество и для искоренения сердца твоего ядовитых и мучительных неприятелей, о которых написано «Враги человеку домашней его». «Враги твои, суть собственные твои мнения, воцарившиеся в сердце твоем и всеминутно оное мучащее, шепотники, клеветники и противники Божии, хулящие непрестанно владычное в мире управление и древнейшие законы обновить покушающиеся, сами себя во тьме и согласников своих вечно мучащие, видя, что правление природы во всем не по бесноватым их желаниям, не по омраченных понятиям, но по высочайшим Отца нашего советам вчера и днесь и вовеки свято продолжается. Сеи-то неразумеющие хулят распоряжения кругов небесных, охуждают качество земель, порочат изваяние премудрые Божьи десницы в зверях, деревьях, горах, реках и травах, ничем не довольны, по их несчастному и смешному понятию, не надо б нам в мире ни ночи, ни зимы, ни старости, ни труда, ни голоду, ни жажды, ни болезней, а паче всего смерти. К чему она? Ах, бедная наша знаньица и понятийца. Думаю, не хуже бы мы управляли машиной мирскую, как беззаконно воспитанный сын Отеческим Домом. Откуда бесы вселили сердца наши? Не легион ли их в нас? Но мы сами занесли сию началородную тьму с собою, родившись с нею. Афанасий. Почему ты мне не называешь бесами? Григорий. А как же их назовешь? Афанасий. Я не знаю, Григорий. Так я знаю. Бес. Значит, знанец или разуменец, знающий или разумеющий. Так что ж. Афанасий. 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 Знающий, разумеющий. Так прошу простить, что маленьким бескам отдал я фамилию великого беса. Лангин. Неграмотный Марко, выслушайте басенку. Добрался до рая. Вышел Петр Святой с ключами и, отворяя ему райские двери, спрашивает. Учился ли ты священных языков? Никак, отвечал простак. Был ли в академиях? Никогда, отче святой. Читал ли древние богословы в книге? Не читал. Я азов в глаза не знаю. Кто ж тебя направил на путь мира? Мне направили три регулки. Какие три регулки? А вот они. Первая сия. Все то доброе, что определено и святым людям. Вторая. Все то невелико, что получают и беззаконники. И третья. Чего себе не хочешь, другому не желай. Первая и вторая домашние. И я сам их надумал. А третья. Есть апостольский закон для всех языков данный. Первая родила во мне терпение и его и благодарность. Вторая дарила свободу и всех мирских вожделений. Третья примирила меня со внутренним моим господином. Апостол, взглянув на него, просвещенным, как солнце лицом, сказал. О благословенная и благодарная душа! Войди в обитель Отца твоего небесного и веселись вечно. Мало ты кушал, а много сыт. Яков. Не разум от книг, но книги от разума родились. Кто чистыми размышлениями в истине очистил свой разум, тот подобен рачительному хозяину, источник чистой воды живой в доме своем, выровшему, как написано, вода глубока, совет сердца мужа. Сын, пей воды из твоих сосудов. В то время, немножко с книг откушав, может много пользоваться, как написано об осененном с небес Павле. И приняв пищу, укрепился. Таков-то есть и сей Марку. Он исчезла посвящам их Богу скотов, жвания отрыгающих. Святи их воистине твоей. Мало кушал, много жевал и из маленькой сумы или искры размножил пламень, вселенную объемлющий. Не много ли мы его больше знаем? Сколько мы набросали в наш желудок священных слов? А какая польза? Только засорили. Ах, бедная ты жена, кровоточивая, со слабым желудком. Вот чего вы наделали вредные мокроты, змеям апокалиптичным изблеванные, от которых Соломон сына своего отвлекает. А чужих же источников да не пьешь. Как же можно такому горьких вод исполненному сердцу вместить мир Божий? Здравие, радование, жизнь душевную. Сыщем прежде внутри нас искру истины Божией. А она, осенив нашу тьму, пошлет нас к священным вод библейских силаамам, до которых зовет пророк. Умойтесь, отнимите лукавство от душ ваших. Вот тебе рвотное. Не житие ли наше есть брань? Но со змеинами или мнениями нам нужно бороться. Есть ли та Павлова благороднейшая баталия, о которой не наша брань к плоти и крови? Мнение и совет есть семья и начало. Сия глава гнездится в сердце. Что же, если сия глава змеина? Если сия семья и царство злое? Какого мира надеется в сердце от тирана? Он человекоубийца, искренне наблюдает, стережет, любит и владеет тьмою. Если таковое горькое мнение море наполнило сердце и пожирло злая глубина душу, то какого там надеется света, где горе тьма? Какого веселья и сладости, где нет света? Какого мира, где нет жизни и веселья? Какая жизнь и мир, если нет Бога? Что за Бог, если нет Духа истины и Духа владыки? Какой Дух истины, если не мысли невещественные и сердце чистое? Что за чистое, если не вечное, как написано, помышление его в род и род? Как же и вечно, если не вещество засмотрелось? Как же не засмотрелось, если почитает оное? Как же не почитает, если надеется на оное? Как же не надеяться, если тужит о разрушении праха? Как же не надеяться, если тужит о разрушении праха? Как же не надеяться, если тужит о разрушении праха? Как же не надеяться, если тужит о разрушении праха? Как же не надеяться, если тужит о разрушении праха? Григорий. Живые проживаем, друзья мои, жизнь нашу, да протекают безумные дни нашей минуты. О всем нужном для течения дней наших помышляем. Но первейшее попечение наше пусть будет о мире душевном. Все речь о жизни, здравии и спасении ее. Что нам пользы приобрести в целой вселенной владении, а души потерять? Что ты в мире истыщешь столь дорогое и полезное, что заменять отважился за душу твою? Ах, ужасно отступаем, чтобы попасть нам, войти в покой Божий, в праздник Господень, по крайней мере в субботу, если не в благословенную субботу, и в праздников праздник. Да получив шабаш, хотя от половины горестнейших трудов увольнить, возможим, если не осла нашего, то душу нашу, и достигнем, если не в лето Господне приятное, в седмижды, седьмой или пятидесятый с апостолами год, когда всеобщее людям и скотам увольнение бывает, то хотя несколько освободим бедную душу от тех трудов, доколе положу советы в душе моей, болезни в сердце моем. Голова в человеке всему, сердце человеческое, он то есть самый точный в человеке человек, а прочее, все, околется, как учит Иеремия, глубоко сердце человеку, паче всех и человек есть, и кто познает его. В нем ли, пожалуй, глубоко сердце человек есть? А что же есть сердце, если не душа? Что есть душа, если не бездонные мысли и бездна? Что есть мысль, если не корень, семя и зерно всей нашей крайней плоти, крови, кожи и прочей наружности? Видя, что человек, мир сердечный погубивший, погубил свою голову и свой корень. И не точно ли он орех, съеденный по зерну своему червями, ничего силы, кроме околицы, не имеющий? До сих-то бедняков Господь с таким сожалением у Исаии говорит. Приступите ко мне, погубившее сердце, сущей далеко от правды. Мысль есть тайная от в телесной нашей машине пружина, голова и начало всего движения ее. А головей сей вся члена в наружность, как обузданный скот, последует, а как пламень и река, так мысль никогда не почивает. Непрерывное стремление ее есть то желание. Огонь угасает, река останавливает. А невещественная и бестихийная мысль, носящая на себе грубую бренность, как ризу мертвую, движение свое прекратить, хотя она в теле, хотя вне тела, никак не сродна и ни на одно мгновение, и продолжает равномолнейное свое летание, стремление через неграничные вечности, миллионы бесконечные.